Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас будет тест станка GPT-100M7. Сегодня будет банальный тест на эксперимент, насколько в действительности данная дур-машина сможет прожечь материал латунь максимально аккуратно, сделать элементарный, скажем там, образно говоря, клише с минимальными символами. Тест будет заключаться на гравировку символов размером в 1 мм, в 0.8, в 0.6, в 0.5, максимально, сколько смогу сделать, минимальным размером. Вот, по планам у нас получится сделать размер, ну, мечтаю, по крайней мере, сделать размер символов, там какой-нибудь буковки не, скажем, прописной, обычной печатной буквы, не заглавной, размером хотя бы 0.4 мм. Такое, в целом, думаю, возможно. Таким пройдем данный тест, и у нас все получится 100%. Тестировать будем на такой вот латунной пластинке. Размер пластинки составляет 15 на 10 мм. Пластинка отшлифована, отполирована. Соответственно, если потребуется, дополнительно также шлифанем и отполируем. Собственно, тест сделаем еще раз повторюсь. На станке GPT-100M7. Линза будет унасти F-163 с рабочим полем 100 на 100. Итак, суть самого теста провести именно гравировку внешней стереды, то есть выборку по принципу клише. Будем начинать с одного миллиметра, ну и, соответственно, двигаться постепенно вниз, там 0.8, 0.6, 0.5, 0.5 и, соответственно, зайдем до формата 0.3 мм. Понимаете, да, то есть насколько разница здесь велика. Давайте для сравнения. 0.1 и 0.3 мм, чтобы понимали по размеру и габаритам тем же самым. То есть, давайте так даже сместим сюда немножко. То есть, мы можем, в принципе, даже наши 0.3 мм поставить вертикально практически будто одинаково по размеру с одним миллиметром по высоте. Ну, практически, скажем так. Поэтому четкое осознание, что насколько здесь детальные будут буковки и будут ли они или нет. Посмотрим, что у нас с этого выйдет. Главным образом нам потребуется сделать правильные настройки. Это 1.2 мм, хотел бы услышать ваше мнение заблаговременно до получения результата. То есть, возможно, такое или нет. Ну, и, соответственно, получится. Но мне тоже хотел от вас услышать. Давайте поиграем в игру, угадай, что получится. Центруем обязательно центр экрана. Загоняем туда же квадрат. Переходим к заливке. Ну, давайте параметры по заливке. Буду делать сейчас пока что-нибудь по памяти. Начнем с маркера номер 0. Угол номер 0. Обязательно кросс-хач. Контролка мне здесь будет не нужна. Так у нас в заливке вдвойной непрерывистой всегда есть закрытые торцы, которые будут нам создавать тот же самый контур. Лайн-дистанция. То есть, ну, скажем так, дистанция линии или плотность заливки я поставлю в 0,01 мм. Потому что у нас будет очень слишком плотная заливка. И будет требоваться более плотные проходы, чтобы нам перекрывать эти моменты. Касаемо угла захода. Будем делать порядка 30 проходов на очень, скажем так, нижних параметрах, в которых мы будем грызаться в латун. Проверяем, что у нас второй третий был выключен. Нажимаем цифру 1 и нажимаем, соответственно, ОК. И здесь видно сразу большой нюанс, что настройка может, в принципе, сгореть при гравировке. Но есть шанс при автовращении будут какие-то края более сильно подгорать. Опять же, при маркировке четверки видно четкий квадратик. При маркировке точки на 0,3 мм мы уже получаем более круглый формат. Есть в этом некий нюанс, но не без этого. Что еще должно быть здесь учесть при данной гравировке? Обязательно вам надо учитывать слой чистки. Ctrl-C, Ctrl-V, шаг вниз, шаг влево. И задаем слой чистки. Так же будут на сотовом миллиметра. Выберу маркер номер один. Такие же условия, такие же параметры. И несомненно смещение идти на 1 градус больше. Нажимаем принять. И начинаем настраивать параметры по гравировке и по чистке. Гравировка будет идти на скорости в районе 300 мм в секунду. Мощность не более 9%. Частота будет топовая. Параметры дальше вы видите. Возможно, именно в параметре Jump Speed я сделаю снижение до 1200. Чтобы в данном случае переходы были более, скажем так, аккуратные, без каких-то сильных перегревов для материала. То есть, длительный переход уже дает возможность работать, скажем так, на охлаждение. Нажимаем ОК. И аналогично делаем на строку для чистки. Скорость составлю 1000. Мощность также будет 9. Частота топовая. В Advance. Jump Speed ставлю 2000. Какая скорость чистки. Так, есть. Но при этом участие на скорости всего лишь 1000 мм в секунду. По сути, у нас параметры все наши готовы. Остается только лишь перейти к самому тесту. Ну и еще интересный вопрос размера габаритного нашей гравировки. Чтобы вы понимали, высота нашего макета составляет 6 мм. То есть, чуть-чуть не входит в ширину нашей заготовки. Но при этом можем сделать минимум таких полтора макета, скажем, гравировать для получения данного теста. Я думаю, мы с одним макетом справимся и все у нас получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она мой дрим, ураган, идеальный шторм. Новый хит с ней осталось лучше. Push me, вынимай! Умножение на 2, смерть кружит. Дежавю, пусть так даже лучше. День из прошлого, забытый страх. Тихий шепот лечит молча. Мистери касаний бога Марадонна, Мадонна, Монализа. Исселение Silent Hill. Токгалборда, идеальный хит. I can feel. Воу, грустый тайфун, головокружение. Феномен вопреки чужому мнению. Мы небоскребы вокруг... Давайте рассмотрим структуру гравировки, начиная с 1 мм. В принципе, все допустимо, все красиво, четко и детально. Из нюансов время просмотра будет ворса от ветоши, которая протиралась данная заготовка. И, соответственно, полировалась. У нас также есть следы зеленой пасты. Переходим к элементам размером 0,8 мм. Все то же самое. Четко, детально. И структура допустима. Переходим к 0,6 мм. И, в принципе, тоже более или менее здесь все терпимо. 0,5 мм. Читаемо. И, в принципе, при большом необходимости, допустим, изготовление таких маленьких клише. 0,4 мм. До сих пор читаемо. Все супер. И 0,3 мм. И здесь, как я говорил уже ранее, то есть именно на 0,3 мм у нас точка сгорела не квадратом, а именно кругляшком. Это было видно изначально. Но, в принципе, такую структуру можно подправить, зная все эти нюансы. И сделать, допустим, отдельно макет именно 0,3 мм. И сделать четкую гравировку. Есть здесь на макете небольшой сюрприз. Я еще отдельно макетировал некую структуру интересную, китайскую. Посмотрим, получилось оно или не получилось. Увы и ах, это было слишком детально, слишком мелко. Но я так понимаю, что кто-то имеет отношение к Китаю, то поймет здесь знак. Если немножко перевернуть его, будет знак счастья. Если рассмотреть вообще в целом, как была гравировка, то крайний левый и нижний угол у нас идет 20 проходов. К сожалению, не получилось. Нужно было изменять именно структуру самой заливки. Делать небольшой оффсет. И, в принципе, все бы у нас вышло. Ну и, соответственно, идет правое. Это 10 проходов, 5, по-моему, и пару проходов всего лишь слева сверху.